Зритель, не забывай подписаться, поставить лайк и колокольчик. Для автора это очень важно. Спасибо! В свое время не самое экологичное. Сейчас, конечно, ситуация изменилась и стоят фильтра. Но Новороссийск как морской курорт не стоит вообще рассматривать. Если вы поехали на море, то просто вычеркните этот город. Я думаю, что все прекрасно это знают. Новороссийск как город для жизни. Вот это уже более серьезно. На самом деле, я посмотрел три города, и до этого я был в Сочи, я был в Адлере. И могу сказать, что Новороссийск, по мне, лучший город для жизни среди всех городов российского юга. Почему? Первое и самое главное, это климат. Он стоит на берегу моря, там всегда тепло. В том же Краснодаре бывают заморозки, бывает холодно. Ну, не так, как у нас холодно, минус 20, но холоднее, чем в Новороссийске. И снега в Новороссийске практически не бывает. Не практически, а его не бывает и не было. Один местный таксист мне сказал, что вот он сейчас вот в кофте едет, у него просто нет курточки. Хотя самый холодный день, по его признанию, был именно в тот момент, когда я с ним разговаривал. Дальше, по климату мы поняли, есть там один такой маленький минус. Это ветер, который бывает там дует. Но, вы знаете, в принципе, ко всему можно привыкнуть. И я не скажу, что это что-то очень критичное, поэтому ветер не стоит брать в расчет. Всегда я очень завидовал людям, которые живут на берегу моря или там воды. Я уже много раз им об этом говорил. И здесь у людей такая возможность есть. Дома, конечно, очень сильно обшарпаны. Но они смотрят на море. Вау, круто, конечно. Второй, самый важный момент на юге, это работа. На юге работы практически нет. По признанию местных жителей и по сведениям каких-то информагентств. Но опять же, местные, как говорят, что кто ищет, тот себя найдет. В Новороссийске с работой, как таковых проблем нет. Многие жители Краснодара, Геленджика, но Краснодара в меньшей степени он далеко. Вот Геленджик, допустим, они ездят, работают в Новороссийск. Потому что работа там. Попробуем зайти на Михаила Кутузова. Смотрите, какой он. Фикардосный. Это башня универсального калибра. Называется она СМ-51С. Трис-8 кувриков. Максимальный на 8 человек. Здесь куврик номер 6. Днем снимался в Высоцке в фильме его художественного «Вольнее на берег». А это такая пепельница, да? Латунная, да, пепельница. Пепельница, чтобы, не дай бог, ничего не загорелось. После 5 человек получали туалетскую пищу здесь, открывали столы, сервировали. А если садить, пищу принимали. В Севастополе питание 4-х разовое, значит, в Средиземноморье 5-х разовое питание. Принесили бочки с пищей сюда. Значит, по столикам раскладывали эту пищу. Садили это рундуки. Да. Мощь. Сам город. Да, от города ожидаешь большего. В городе много каких-то обветшалок зданий, затертых зданий. И с тем же Геленджиком сравнивать. В Геленджике гораздо приятнее в этом плане. В Новороссийске не так плохо, как многие говорят. Там хорошо. В Новороссийске неплохое благоустройство. Есть зоны, где ты можешь ходить с коляской, можешь гулять. Где есть безбарьерная среда. Есть великолепная набережная. Хоть ее некоторые люди ругают, что она сделана некачественно. На мой взгляд, она сделана вполне себе неплохо. И там ты можешь хорошо провести время. Но набережная не ограничивается. Вглубь города тоже различные есть дорожки, где ты можешь погулять. Да, кругом кофемашины стоят. Кофе автомобиля. Попивают. Можно подкачаться к Малеху. Где вы еще видели, чтобы дети играли на газончике в России? На море. Что же с морем? Можно ли там купаться? Можете купаться, как говорят, по наехи. Это которые приехали. Они купаются прямо в черте города. Но в то же время можете выехать куда-то за город и купаться. Новороссийск гораздо лучше, чем Краснодар. Приехав в Краснодар, вы точно не поедете на море каждые выходные. А в Новороссийске вы такую возможность будете иметь. Вот такая струйка будет по всей набережной. Потому что там очень много земли огороженной. И что-то подобное будет построено. Не знаю насчет качественно, но выглядит хорошо. Много стекла. Много каких-то элементов интересных. И кафе-бар Катюша остался. Видимо, не выкупили. Поэтому мой вывод, что Новороссийске оптимально подходит для переезда. Если вы все-таки решили поехать на наш российский юг. Другой вопрос. Надо ли вам вообще это делать? Это уже решать вам. Спасибо. До свидания.